Участники досрочного этапа ЕГЭ по-русскому это не только те, кто провалил его в прошлом году. В таком формате сдают экзамены военные или те, кто отправляется на учебу за границу и должны заранее получить аттестат. Артем Щербаков планирует поступать в Сызранское авиационное училище. Мне русский, математику и физику надо. Конечно, физики я боюсь больше, потому что я даже в школьные годы не сдавал. Нововведение этого года позволяет зайти выпускнику в аудиторию, где идет ЕГЭ и спустят два часа после начала экзамена. Правда, время на выполнение заданий не прибавит. Использование телефонов и шпаргалок по-прежнему запрещено и это самые частые нарушения, которые фиксируют общественные наблюдатели. Они следят не только за учениками, но и за организаторами, чтобы так бы не было давления на детей, чтобы они выполняли свои четкие должностные инструкции, чтобы не нарушали инструкции членов государственных экзаменационных комиссий. Чтобы ЕГЭ прошло максимально честно, объективно и прозрачно. Объективность повышает и еще одно новшество. Если раньше экзаменационные материалы привозили в школы до начала экзамена, сейчас их печатают прямо на месте с помощью официальной программы и ключей доступа. После экзамена все бланки отсканируют и отправят в центр обработки. Следующий досрочный экзамен по математике пройдет в Самаре 31 марта. Валерия Макарова, Сергей Баскин. События.